Обновление и омоложение партийных рядов – главный смысл ребрендинга, который проводит в ходе нынешней региональных избирательных кампаний партия «Единая Россия». Один из шагов – это вовлечение в процесс предварительного голосования активных и энергичных молодежных лидеров, которые уже зарекомендовали себя в общественной работе. Один из них – Александр Ковязин, сегодня заведующий отделением спортивной медицины Ненецкой окружной больницы, написал заявление и представил полный пакет документов для участия в предварительном голосовании, который определит кандидатов в депутаты собрания депутатов Ненецкого округа. Развитие здравоохранения, качество и доступность медицины – вот основные задачи, которые ставит перед собой 34-летний участник предварительного голосования «Единой России» Александр Ковязин. Эта тема ему близка не понаслышке. Александр, наряду с дипломом менеджера, который он получил во Всероссийском заочно-финансовом экономическом университете, имеет диплом врача-педиатра. Он – выпускник Северного государственного медицинского университета. В настоящий момент Александр Ковязин возглавляет отделение спортивной медицины Ненецкой окружной больницы. Наряду с основной работой участник праймерис занимается и общественной деятельностью, возглавляя общественную молодежную палату при собрании депутатов Ненецкого округа. Сейчас в общественной молодежной палате реализуем проект, достаточно такой нацеленный на будущее развитие, с целью консолидировать арктические молодежные парламенты в рабочей группе в рамках молодежного парламента при Государственной Думе. Так немножко запутанно выглядит, но основная цель – это консолидировать усилия молодежи, которые работают в молодежном парламенте, которые участвуют в этой активной политической жизни, для того, чтобы арктические регионы могли бы заявлять о себе, говорить о том, что необходимо им. В рамках проекта «Политстартап» Александр выбрал себе в наставники заместителя председателя собрания депутатов Ненецкого округа Татьяну Бадьян. Как потенциальный участник предварительного голосования он рассказал, почему решил пойти на предварительное голосование и о чем будет говорить на дебатах и встречах с избирателями в случае регистрации. У нас сейчас ведутся дискуссионные площадки партии. Я являюсь спикером дискуссионной площадки «Здоровье и экология». Мы встречаемся с населением и прорабатываем вопросы по реализации послания президента Владимира Владимировича Путина в регионе. Выдвижение участников предварительного голосования проходит со 2 апреля по 8 мая, тогда как их регистрация должна пройти не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования. На сегодняшний день зарегистрировалось 16 человек. Участниками предварительного голосования могут стать наши однопартийцы, сторонники, люди беспартийные, а также лидеры общественных организаций. Принять участие не могут представители других политических сил, то есть партий. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.